Всем привет! Сегодня я вам раскрою самый главный секрет, как поступить в театральный институт. На самом деле на моем канале уже очень много раскрыто тайн, секретов обучения и поступления в театральном институте. Все про театральный институт, все про творчество в актерской профессии и даже в режиссерской. Так что если вы еще не видели мои видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и следите за всеми обновлениями. Также я еще открыла канал на Яндекс.Дзен, внизу в описании под видео есть все ссылочки на мои социальные сети. Подписывайтесь на меня, пишите мне, смотрите мои видео, я буду очень рада вас видеть на всех площадках социальных сетей. Ну а сейчас самый главный секрет, какой же он? На самом деле он очень-очень простой и банальный, но выполнить его не так уж и просто. Так что сегодня я вам не только его раскрою, но и еще дам подробную инструкцию, как им пользоваться этим секретом. В общем-то самый главный секрет это быть собой. Да, как бы просто, как бы банально это не звучало, но на самом деле никто из нас не является самим собой в тот момент, когда приходит рассказывать комиссии, басню, прозу и стихотворение. В этот момент мы все начинаем превращаться в каких-то актеров, чего-то там играть, играем ворону, играем в лисицу, играем автора, который их там судит и так далее. То есть чего-то мы там играем и ни капельки не вкладываем, ни своих эмоций, ни своих чувств, ни своих мыслей, ни своего отношения, вообще ничего этого нет. И как этого достичь? Как это сделать? Как вообще быть собой? Что это значит быть собой? Чтобы это узнать, существует один очень хороший тренинг, который, мне кажется, я придумала его сама, но может быть он действительно существует, по крайней мере где-то я о нем не читала, просто мне вот пришла такая идея в голову, потому что сама я также пыталась таким же образом прийти к себе. Первое это наблюдать за собой. То есть когда вы общаетесь с друзьями, с подругами, с родителями, неважно с кем, кому бы вы не рассказывали какую-то историю из жизни, кому бы вы не жаловались, кому бы вы чего-то там не сплетничали, там шутили вообще, когда вы общаетесь в жизни с кем-либо, что-то рассказываете, следите за собой в этот момент. Попытайтесь в этот момент включить ваше внимание и наблюдать за собой, как вы это делаете, как вы чего-то там рассказываете, как вы кого-то передразниваете, как вы передаете какие-то цитаты других людей, то есть как вы смеетесь в этот момент, и смеетесь ли вы, как вы возмущаетесь, как вы жестикулируете в этот момент, пытайтесь почувствовать полностью все свое тело. Это прям действительно полноценный тренинг, наблюдение за собой, как чувствует ваше тело, себя во время того, как вы свободно общаетесь с друзьями, с подругами, или кому-то что-то вообще рассказываете, как вы это рассказываете, какие паузы делаете, какие остановки, и почему эти остановки возникают, как вы пытаетесь завлечь вашего друга, вашу историю, ну то есть все досконально наблюдайте. Если вы в какой-то момент поняли, что вы забыли за собой наблюдать, да, а уже разговор закончился, и вы уже распрощались, то не переживайте, анализ можно сделать и по воспоминаниям вашего разговора, потому что на первых порах не всегда удастся включить сразу внимание в моменте вашего разговора. Иногда вы будете про это забывать и вспоминать только потом, и когда вы даже потом вспоминаете, возвращаетесь назад к этому разговору и анализируете его тогда у себя в памяти, как вы общались, как вы себя чувствовали, как вы себя вели и так далее. Этот тренинг надо выполнять постоянно, каждый день, простите, каждый день, каждую секунду, это ежедневно надо делать и не останавливаться в этом. То есть как начали, так и, пожалуйста, до самого поступления, и еще, и еще, и еще вообще. Это работа на всю жизнь, наблюдение не только за собой, но и потом за другими людьми, за природой, за всем-всем-всем. Это говорил и Станиславский. Но сейчас, во время поступления, вам ни за кем, кроме себя, наблюдать не надо. Вам сейчас надо наблюдать только за собой. Вам это очень сильно поможет. И второй шаг, который вам нужно будет сделать, исходя из вот этого первого тренинга, это переключить все вот это наблюдение, все ваше вот распознавание себя в вашу чтецкую программу. Что это значит? Второй тренинг такой. Вам надо взять любой текст, который вы выбрали для поступления, басни, стихотворения, проза, это не важно. Берете любой текст и записываете себя на видео, как вы его подготовили. Прямо ставить перед собой камеру, телефон, неважно что, и записываете полностью текст, который вы подготовили для поступления, так, как будто вы сейчас читаете его перед комиссией. Это первое видео, которое вам надо записать. Второе видео. Вы берете тот же самый текст авторский, да, тот же самый, который только что отсняли, только теперь пересказываете его своими словами полностью. То есть всю историю, которая в этом тексте заложена, вам надо пересказать только лишь своими словами. Пусть там будут даже какие-то слова типа, ну, по чё, ну, короче, и вот. Все вот эти даже слова-паразиты, если они там будут, это ничего страшного. То есть просто расскажите все своим текстом, своими словами, по сюжету, как он есть у автора. Сняли это второе видео. И после того, как вы сняли эти два видео, вам надо их сравнить. Смотрите сначала первое, потом второе видео. И сравнивайте, где из этих видео вы были настоящим. В первом варианте или во втором. И, скорее всего, получится так, что вы именно во втором варианте были настоящие. Такие, как в жизни. Потому что во втором варианте вы все рассказывали своими словами, вы думали здесь и сейчас, вы рождали мысль, вы вспоминали текст, вы представляли картинки, вы какие-то эмоции к этому проявляли и так далее. То есть это получается естественным образом. Потому что здесь и сейчас все эти процессы в вашей голове происходят. А в первом варианте, скорее всего, будет либо наигрыш, либо вы увидите там абсолютно холодного, пустого человека, который просто лишь говорит текст. Скорее всего, будет именно так. Особенно если вы занимаетесь самостоятельно. Да даже если занимаетесь педагогом, то все равно вы увидите, что будет какая-то работа педагога, какие-то построенные интонации. Но никак не вы настоящий. То есть в идеале вообще, в идеале, первый и второй вариант видео должны совпадать. То есть они должны быть идентичны по настоящности, так скажем. Вы и там, и там проживаете ситуацию здесь и сейчас. Вы и там, и там имеете свое отношение. То есть все ваши эмоции, чувства, рождение мыслей происходят здесь и сейчас. И как бы эти два варианта должны быть одинаковы. Если есть какое-то различие, и скорее всего, лучший вариант будет второй, то значит первый вариант, где вы читаете авторский текст, вам надо подтянуть до уровня второго. И тогда все будет гениально. Почему это надо сделать? Потому что, еще раз, во втором варианте вы рождали мысль здесь и сейчас. Мы все говорили своими словами. Вы думали. У вас правильно было логическое построение текста. У вас все было по технике художественного слова абсолютно верно. Это сто процентов, потому что вы говорили там так, как привыкли разговаривать в жизни. А в первом варианте это выученный текст, который вы как-то обрабатывали, анализировали, что-то пытались сделать, построить какие-то интонации. И поэтому это неестественно созданный текст. То есть вам надо добиться второго варианта. Читать авторский текст так, как будто вы рассказываете его своими словами. Надеюсь, не слишком сложно. Надеюсь, это понятно. То есть вам нужно научиться рассказывать текст так, как будто вы рассказываете его своими словами. И поэтому, собственно, и проводится первый тренинг для того, чтобы вы понаблюдали за собой, как вы разговариваете в жизни. И второй тренинг – это уже проверка того, как вы умеете говорить текст самостоятельно и как вы умеете говорить текст авторский, выученный. То есть это такая проверка. Поэтому второй вариант видео – не удаляйте и держите его для того, чтобы на него равняться. Потому что нам надо сейчас равняться на жизнь. Нам надо быть собой и показывать себя комиссией такими, какие мы на самом деле есть. И эти два тренинга должны вам в этом помочь. Вы должны действительно быть собой и ничего не бояться. Если у вас еще возникают какие-то проблемы с программой или с прочтением этой программы, есть какие-то вопросы, вы можете всегда обратиться ко мне. Тем более я еще могу даже сейчас, даже на этом этапе, за два месяца до поступления, взять еще парочку человек к себе на репетиторство, если вы этого хотите. Или просто провести для вас онлайн-консультацию, чтобы обсудить с вами то, как вы читаете. И если надо, направить вас в нужную сторону. Ну а пока пытайтесь сами это сделать. Это ежедневная работа. И опять же, снимать эти ролики надо тоже постоянно. То есть не один раз сняли и сравнили, а это надо делать постоянно, периодически. Хотя бы раз в неделю, как минимум, чтобы сравнивать свои результаты и постоянно подтягивать себя на уровень, как в жизни. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться во втором тренинге, это прочтение стихотворных текстов. С ними, конечно, возникают проблемы, потому что там в стихотворном тексте у нас одно предложение может быть разбито на несколько строчек зарифмованных. И мы это предложение начинаем как-то странно делить, потому что в жизни мы не привыкли говорить стихами. Мы в жизни говорим прозой. И поэтому прозаические тексты вам будет легче подтянуть до уровня, как вы говорите в жизни. Но стихотворные тексты здесь сложнее. Этот язык непривычен для нас в постоянной жизни. Там страдает логика речи, там смысл, перспектива иногда теряется. Поэтому об этих секретах мы поговорим с вами в следующем видео. О логике, о перспективе текста, о смыслах, обо всем этом поговорим в следующем ролике. Если вам будет это интересно, то поставьте лайк этому видео и напишите комментарий, что да, вы хотите такое видео. И будем разбирать с вами стихотворные тексты. А пока тренируйтесь и выполняйте вот эти два тренинга, которые я вам сегодня дала. И желаю вам удачи в поступлении и в практике актерского мастерства. Всем пока!